Здравствуйте, друзья! Зовут меня Дмитрий. Приветствую вас на канале Сельская Жизнь. Сегодня я буду делать черенки. Пробовать укоренять черенки. Это нужно было бы сделать уже раньше, но поскольку так сложилась ситуация, я делаю сейчас, в начале апреля. Я думаю, что если он укоренится, то еще прекрасно успеет расти. И вырасти этот черенок. Саженцы буду высаживать, смотря как они будут либо зелеными, либо уже осенью, либо осенью. Значит, что за виноград? Виноград это изобелла. Я уже раз пробовал его садить, все было хорошо, но съели утки. Те самые мускусные утки, о которых можете посмотреть видео, при слизи мускусные утки. Подсказать, что на него будет в описании. Значит, черенки очень тоненькие, потому что виноград, с которого я срезал эти черенки, он мне очень нравится. Он вкусный, ароматный. О нем я уже даже рассказывал и делал очень классный соус к мясу. Также можете посмотреть в плейлисте кухни наизнанку. Но поскольку он не чистится у них, то вот такие тоненькие черенки. Также хочу попробовать прорастить яблоню и грушу. Получится, не получится, не знаю, но буду пробовать. Значит, нарезаю черенки, ну, по стандарту. То есть, если вы не видели, как я это делаю, можете смотреть в других плейлистах винограда. Значит, нарезаю черенки. Здесь будет 3-4 почки, где как получится. Нижнюю процарапаю и ставлю влажный кокос. Значит, черенки я нарезал. Значит, виноград, как видите, я делал длинными по, практически по 4 и больше глазков. Почему? Потому что очень тоненький, потому что у него больше было силы для укоренения и выживания. Часть даже винограда я взял со старой древесиной. Не знаю, насколько она поможет или нет, но интересно попробовать. То есть, будет обычный, стандартный и со старой древесиной. И яблони, и груши. Вот, нарезал, как нарезал. Правильно, неправильно, не знаю, никогда не прорачивал, никогда не разбирался. Значит, прежде чем установить буду на укоренение, я ее озонирую. Как я это делаю, ее можно посмотреть в одном из видео плейлист винограда. Также ссылочка, подсказочка будет в описании. Зачем я это делаю? Значит, во-первых, озон, ну, то есть, озонируя, вымачивая в озонированной воде, он набирается влаги. Это раз. Во-вторых, озон – это активный кислород, кислород стимулирует укоренение. Это два. И самое главное. Значит, озон, он убивает все вирусы, бактерии и грибки. Как показала практика, те саженцы винограда, которые я проращивал после озонирования, и те саженцы винограда, которые я приобрел, то на тех, которых я приобрел, есть грибки, типа уидиум, мельдию, не знаю, точно еще в них не разбираюсь, но вот этого плана. А те, которые были пророщены, на них грибков пока нет. Естественно, в будущем, если сорт не стойкий к этим грибкам, он как бы появится, но, по крайней мере, первый год это им дало плюс. Поэтому я озонирую и потом ставлю на проращивание. Вот, провожу озонирование. Обычно, когда много черенков, я это делаю в ведре, причем таком широком, лежа. А сейчас решил, чтобы не озонировать целое ведро, сделать это вот трехлитровой бутылки. Поставил туда свои черенки, налил холодной воды и озонирую. Активный озон убирает все грибки, вирусы, бактерии, даже тяжелые металлы расщепляет. Потом этот активный озон приходит в кислород и воду. Расщепляется в кислород и воду. То есть, есть полностью безопасный. Используется в лечении многих болезней, в том числе и сегодняшней пандемии. Вот, но вопрос сейчас с другом. Значит, вот так озонировал, оставил на ночь, потом еще минут десять озонирую. и дальше делаю борозды и ставлю на проращивание. Проращивать я черенки винограда, а также яблони, груши, буду в субстракте кокосовом. Почему в нем? Потому что у меня больше получается прорастить виноград именно в кокосовом субстракте. То есть, не надо контролировать конкретный уровень воды. То есть, если проращивать в воде, нужно постоянно заглядывать до него много времени. Она высыхает, закисает и так дальше. В субстракте он практически постоянно влажный, он много убирает влаги и затеняет корни от солнца, то есть, если они проращиваются. Поэтому мне так больше удобнее проращивать космос он есть в нескольких видах. Сейчас я вот буду вот в таком он как потыруха проращивать. Еще есть в виде брикетов. Он, наверное, даже экономней. Я его размачивал. Есть видео как быстро прорастить морковь, морковь, как получить быстро всходы моркови за три дня. Подсказочка на это видео будет в описании к данному видео плейлист сад и огород. Мойте зайти посмотреть тот вид кокоса. В любом случае его нужно замачивать. Он набирает в себя влаги и потом уже хорошо держит для проращивания. Покажу как он выглядит. Значит выглядит косовый субстрат вот так. где-то я взял одну треть этого пакета. Заливаю я его озонированной водой. Почему озонированной? Если вы будете брать например скранохлорированные, вы измените уже pH этого субстракта. То есть нужно брать либо с источника, либо отстоянную. Я беру озонированные. вот. Сейчас покажу что с ним происходит. Смотрите как набух субстракт этот кокосовый. Независимо того какой у вас субстракт вот такими кусочками либо брикетом на нем написано сколько воды нужно для того, чтобы он раскис. если вы перелете ничего страшного вы всегда можете взять вот этот кокос и вы чевить лишнюю воду. Вот это вот так влажный кокос будет достаточно для того, чтобы проращивать черенки. Друзья, после того, как ваши черенки вымокли, вы берете нож, вилку, какой-то острый предмет и наносите вот так 2-1,5 сантиметра борозды. Делайте несколько ран. Есть мнение, что именно эти раны увеличивают скорость образования каоса, который есть предшественником корней. Поэтому вот так делайте. Можно потом вымачивать корневине, либо устанавливать корневином на укоренение. Но на данный момент у меня такого нет в наличии, поэтому буду проращивать без корневина. К чему приводит излишний переизбыток корневина для проращивания, можете посмотреть в одном из видео в плейлисте виноград. обычно я все это потом ставлю в мусорный черный пакет. Сейчас нет черного, беру синий, а потом возможно поменяю, а возможно нет. Значит, все это убираю сейчас в пакет, сверху завязываю для того, чтобы не так испарялось, был немножко парниковый эффект, и ставлю на теплое место. В идеале нужно так, чтобы дно было в тепле, вверх был в прохладе. Если у вас нет специального такого прибора, это можно делать, ставя на подоконнике, на батареи возле подоконника, когда снизу подогревает, а сверху веет холодно с окошка, если у вас есть такая возможность. Если нет, значит, просто ставите в теплое место, ну и пусть прорастает. Почему лучше, чтобы низ был теплее, а вверх в прохладе, тогда корни быстрее, листья не так быстро распускаются, а корни уже начинают прорастать. Если в одной температуре, то может быть, что почка откроется быстрее, чем корни. Итак, ставлю, друзья, на прорастание. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк, пишите, как проращиваете виноград вы, проращивали ли вы когда-нибудь черенки, яблони и груши. И если вам интересно, прорастет это или нет, потому что очень тоненькие черенки, подписывайтесь на канал и следите дальше. Всего доброго, до свидания, до встречи в следующих видео. Редактор субтитров